Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, позвольте представить вашему вниманию доклад на тему оценка ближайших и отдаленных результатов пункционной креодеструкции опухоли языка и орофарингеальной области. Опухоли полости рта и, в частности, опухоли языка являются крайне агрессивными опухолями. Данные исследования показывают, что рост заболеваемости данными злокачественными образованиями достаточно высокий, достаточно высокая летальность и пациенты в основном трудоспособного возраста. По данным глобального исследования от 2016 года регистрируется 300 тысяч новых случаев рака полости рта, 180 тысяч смертей от рака полости рта. Средний возраст пациентов составляет 57 лет и соотношение мужчин и женщин 3 к одному. Существуют следующие варианты лечения данной патологии. Это хирургический метод, это системная лекарственная терапия, лучевая терапия, комбинация из вышеуказанных методов и симптоматическая терапия для инкурабельных пациентов. Существует ряд преимуществ пункционной кроводеструкции, таких как быстрая реабилитация пациентов, отсутствие интероперационной кровопотери, органосохранная операция, улучшение качества жизни, это снижение болевого синдрома и сохранение речевой функции и глотательной функции. Питание пациентов через рот сразу же после операции, возможности повторных операций и экономическая составляющая метода. Критериями включения пациентов в наше исследование были морфологическая верификация, это плоскоклеточный рак, полость рта, локализация первичной опухоли, полость рта, распространенность первичной опухоли от Т1 до Т4 и Н0 по Н2, отказ пациента от стандартного хирургического лечения и неэзиктабельные опухоли. Все пациенты, вошедшие в исследование, первым этапом была проведена неодевантная химиотерапия, как правило два курса полихимиотерапии по схеме ПФ, и далее им была выполнена пункционная криодеструкция с последующей химиолучевой терапией. На сегодняшний день мы применили метод пункционной криодеструкции у 30 пациентов. Распространенность первичной опухоли на дооперационном этапе оценивали с помощью ультразвуковой навигации и магнитной резонации томографии с нотовенным контрастированием. По данным физикального осмотра и МРТ мягких тканей шеи планировали глубину инвазии криозондов, количество криозондов, количество циклов заморозки и время экспозиции. На данном слайде представлено введение криозондов в глубину опухоли, все это было под контролем УЗИ навигации и также начало процедуры криодеструкции опухоли языка. На данном слайде представлено начало процедуры функционной криодеструкции языка и опухоли ретро-малярной области. Температура в центре ледяного шара контролируется при помощи термопар и выводилась на экран. Как правило, мы выполняем три цикла криоабляции с пассивным оттаиванием после каждого цикла. На данном слайде представлено завершение функционной криодеструкции и оттаивание зоны оледенения после функционной криодеструкции. Мы выполняли данную операцию не только пациентам с опухолью языка, но и с другими локализациями полости рта, что представлено на слайде. Опухоль правой щеки у пациентки с распространением на нижнюю челюсть и метастазами в регионарной лимфоузлы. Пациентка отказалась от стандартного хирургического лечения ввиду ее травматизма. Ей была предложена пункционная криодеструкция с лимфоденоктомией на стороне поражения и с последующей химиолочевой терапией. На слайде представлен шейный этап. Это операция футлярно-фасциальная и сечение лимфоузлов и клетчатки шеи и введение криозондов в опухоль щеки. Отек мягких тканей около криовоздействия является стандартным закономерным процессом и на вторые сутки он достигает своего максимума и где-то спустя 6 суток он практически полностью проходит. После процедуры пункционной криодеструкции формируется крионекроз на 14-е сутки и мы выполняем некректомию для предупреждения инфицирования послеоперационной раны и лучшего заживления послеоперационной раны. В нашей практике есть ряд пациентов с полным ответом на проводимое лечение, у которых были минимальные функциональные потери и по данным контрольного обследования спустя уже 4 года после проведенного лечения данных за продолженный рост опухоли не получено. Эта пациентка получила функционную криодеструкцию и 4 курса полихимиотерапии с химио-лучевой терапией. Главные принципы функционной криодеструкции являются планирование, это результаты обследования, построение модели, точность навигации, это сопоставление криосфер и направление криозондов. Адекватное криовоздействие, это количество циклов, температурный режим и количество криозондов. И пассивное оттаивание. Общая выживаемость у этих пациентов была на достаточно высоком уровне. Выживаемость за 12-месячный период составила 10 месяцев. И данные показывают, что к 12 месяцам общая выживаемость составила 63%. Среднее время до рецидива за 12-месячный период составило 10 месяцев. Рецидивы за этот период встречались в 26% случаев, это 8 рецидивов. Однолетняя безэцидивная выживаемость составила 73%. Что касается эцидивов, местный эцидив был регистрирован у 5 пациентов. Прогрессирование заболевания по лимфоузлам у 3 пациентов. Хотел бы закончить свою презентацию нашими наблюдениями, а также практическими рекомендациями. Необходимо тщательно отбор пациентов для выполнения пункционной криудеструкции. Критериями отбора являются размер и локализация опухоли, соматический статус пациента и отказ пациента от стандартного хирургического лечения. В случае отказа пациента от стандартного хирургического лечения, ему может быть предложена органосохранная операция в объеме пункционной криудеструкции с последующей химиолучевой терапией. Необходимо проведение тщательно диагностического мероприятия на дооперационном этапе с целью планирования алгоритма операции. Это число криозондов, их диаметр, глубина проникновения, длительность экспозиции и продолжительность оттаивания. Рекомендовано применять пункционную криудеструкцию опухоли орофоригиальной области в комбинации с химиолучевой терапией, что повышает эффективность данного метода и улучшает качество жизни пациентов, и улучшает показатели общей и безрецидивной выживаемости. Спасибо за внимание.